О, там, там. Фу! Топит нас уже 27 лет наша квартира на первом этаже. Раньше еще в советское время все этапы были пройдены, а то толку никакого. Сейчас управляющие компании постоянно меняются, каждый год новые компании. Дом и квартиры признали непригодными для проживания еще в 2011 году, но признали только жилые помещения признать непригодными для проживания. А дом не признали аварийным, и поэтому мы в программу не попали. В управляющую компанию обращаются, чтобы что-нибудь канализация не уходила, чтобы что-нибудь сделали. Они вообще не реагируют, ни ответа, ни привета, пока прокуратуру не написали. Потом ответ прислали, что раз квартиры признаны непригодными для проживания, мы вам ничего делать не будем. Вот такой замкнутый круг, и никто ничего не делает. Энерголайн должна была колодцы чистить, не чистить. Сейчас сменились, Энерголайн стала роса, и то же самое, никто ничего не делает. Как вот жить с двумя детьми? Дети-то тоже у нас, как говорится, мать лишена прав, без жилья остались, их некуда. Детский дом, что ли, их сдавать? Болею, тут сейчас опять кашляю, температура дома не поднимается выше 10 градусов. Расскажите, дяденька, как вы здесь живете? Да, как здесь живете? Хорошо. Хорошо. Хорошо? Да. А почему? А кого ты там ищешь? Кто у тебя там? У меня там червячки. А что они там делают у тебя червячки? Они там сидят. Сидят? Да. Они ползают? Да. Куда ползают? В грязь. Грязь ползают? А котик кого поймал? А он крысу поймал. Крысу поймал? Да, его викинили крысу. Да, большую? Нет, маленькую. Маленькую крысу? Да. У тети Оксани было. А воды-то много у вас здесь бывает? Нет. Мало? Да. А в резиновых сапогах-то как ходил? В комнате своей сидел в резиновых сапогах, чтобы он затопился. Много. Много. Много? Мало-то. Сережа, сколько воды было? Много-мало? Много. Много, конечно. 30 лет ведь уже стоим на улучшении жилищных условий. 30 лет. За последние 11 лет очередь сдвинулась, возможно, на 2 человека. А общая на 10 только человек. И то, наверное, за счет умерших. Кто-то 30 лет умер, так, наверное, и очередь подвинулась. Это все такое. Так вообще не двигается. И предлагает только маневренный фонд в общежитии. А ребенок инвалидом в общежитии никак нельзя. Вот так вот и живем очень. Сейчас, говорю, еще ванна провалилась вообще. А грозят только, что детей заберем и все. Нет, чтобы помочь чем-то, детей заберем. Дети не должны в таких условиях находиться. Ну куда нам, дети, снимать? На мне нашему из-за эту дуру. Вот сейчас, считаю, пришли еще. Подорожали. Теперь уже двум комканем одни и те же счета. Еще разбираться надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...